МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера к нам поступила одна заявка в Заволжском районе. Мы с активистами собрались, собрали всю необходимую информацию. Заявитель попросил привезти медицинские препараты и продукты питания. Мы собрались, съездили в магазин, соответственно, в аптеку, все приобрели, доехали до места, передали, ушли. К работе волонтерского центра подключаются общественные организации, помогает и общероссийский народный фронт. Объединив усилия с союзниками, они работают в мобильных бригадах. Для активистов регулярно проводят инструктаж. Напомнить о гигиене и мерах предосторожности не помешает. О безопасности пенсионеров тоже не забыли. Чтобы пожилые ульяновцы не обознались и не впустили в дом мошенников, для волонтеров изготовили спецодежду и аксессуары с узнаваемым принтом. И поэтому для того, чтобы как раз вы были узнаваемы и не было случаев мошенничества, мы предлагаем всем вам и выручаем экипировку нашу, волонтеров-медиков. Инструктаж посетила депутат Госдумы Марина Беспалова. Марина Павловна утверждает, что если медработникам понадобится помощь, то волонтеры готовы помочь. И не только в мобильных бригадах. Не профессиональную помощь, техническую помощь в размещении, в доставке. И также задачей у центра входит проработать вопрос в случае необходимости оказания практической помощи семьям медиков, семьям медиков-волонтеров, если в этом также будет необходимость. Обратиться за помощью можно по номеру 112 или позвонить на горячую линию 8 800 234 11. По мнению волонтеров, сейчас забота о старшем поколении почти ничем не отличается от их деятельности до пандемии. Единственное различие в том, что душевные разговоры и трогательные объятия пришлось оставить на лучшие времена, когда коронавирус будет побежден. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.